В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов провел прием жителей Ленинского городского округа. Мы будем следить за этой ситуацией, будем обращаться и в Генеральную прокуратуру дальше. Ну, в общем, у нас есть сегодня возможность... Рейд Госадомтехнадзора по выявлению и предотвращению нарушений, препятствующих своевременному вывозу мусора. Сфотографируем, институт не проверим, с другой стороны пытаемся. В музей-заповеднике Горки Ленинские состоялось обследование исторического дерева. Крутили в ствол дерева возрастной бурал преслера для определения возраста дерева. После длительного перерыва в связи с пандемией депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов провел прием жителей Ленинского городского округа в Видном. Кто и с какими проблемами обратился к народному избраннику, расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. Непростое время пандемии внесло коррективы в деятельность депутатов, однако и в этот период Вячеслав Фетисов продолжал быть на связи со своими избирателями удаленно. Сегодня же депутат Государственной Думы России имел возможность встретиться с жителями Ленинского городского округа лично. Первыми в приемную вошли жители жилого комплекса Усальба Суханова. Три года люди не могут добиться того, чтобы третий корпус микрорайона поставили на кадастровый учет, так сказать, узаконить свое проживание здесь. Все люди, практически все взяли в ипотечное кредитование квартиры. У нас молодые семьи, у нас пенсионеры. Больше двухсот семей страдают от междоусобиц собственников двух соседствующих земельных участков. Владелица земли рядом с жилым комплексом ставит палки в колеса собственнику ЖК. Суды длятся уже три года. Застройщик получил право застраивать. Все было согласовано. Это мадам, появившись на горизонте, после того, как началась стройка, начала процесс против людей. Якобы балконы вновь построенного корпуса, где, кстати, должны проживать 300 семей, которые заплатили, и они живут, не могут получить регистрацию. Это социальные добавки, это детский садик, это школа, это просто нервотрепка этих людей. Вячеслав Фетисов намерен добиться справедливости и помочь жителям усадьбы Суханова. Надеюсь, суд завтра примет правильное решение. Все-таки вместо инстанции приняли решение в пользу жителей. Ну и надеюсь, что, в общем, разум возобладает. Но мы будем следить за этой ситуацией, будем обращаться и в Генеральную прокуратуру дальше. Ну, в общем, у нас есть сегодня возможность, так скажем, более влиятельным статусом депутата Госдумы добиваться правды для людей, которые сегодня, в общем, страдают. А Михаил Надбитов посетил депутата Государственной Думы, чтобы попросить помощи в вопросе улучшения жилищных условий. По традиции, на приеме присутствовал глава Ленинского городского округа, который данный вопрос взял на личный контроль. Заслуженный человек, сотрудник медицины, муниципальной медицины, который 43 года отработал в отрасли, оказывал помощь на скорой помощи. То есть, почему за все это время не случилось предоставление квартиры, эта история, она требует, ну, по крайней мере, изучения. Что касается текущей ситуации, то мы прекрасно понимаем, что Михаил Башаевич, он уже находится на пенсии, и вот таких формальных оснований предоставлений жилья сейчас, оно, безусловно, отсутствует. Тем не менее, есть еще основания по поводу политических репрессий, которые он озвучил, повторюсь, требуют более пристального изучения. Если вы хотите встретиться с Вячеславом Фетисовым, задать свой вопрос, попросить о помощи в решении важного дела, следует заранее записаться. Помимо личного приема, народному избраннику можно направлять письма на электронную почту. Юлия Погосян, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видно этого. Госадомтехнадзор Московской области еженедельно проводит рейды по выявлению и предотвращению нарушений, препятствующих своевременному вывозу мусора. Больше всего их фиксируется в новых микрорайонах Ленинского городского округа. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. Узкие дворовые проезды и множество припаркованных автомобилей вдоль тротуаров, а подчас и на них. Увы, типичная картина для новых микрорайонов. Нехватка парковочных мест вынуждает местных жителей бросать автомобили почти на проезжей части. Вывести мусор в такой ситуации задача не из легких. Хорошо, если владелец машины, перекрывший проезд большой техники, вовремя придет или хотя бы оставит номер телефона. Но бывает и так, что даже въехав во двор, мусоровоз встречает на своем пути еще одно препятствие – брошенный у контейнерной площадки автомобиль. Госадмотехнадзором Московской области еженедельно проводятся рейды по выявлению нарушений, препятствующих вывозу мусора. Чаще всего это происходит в плотной жилой застройке, особенно в рабочем поселке Дрожжино, Боброво, Суханово, Лопатино. Водители мусоровозов говорят, ситуация, к сожалению, очень распространенная, в том числе для поселка Дрожжино. Сфотографируем, если тут не проедем, с другой стороны пытаемся. А если вообще никак, возвращаетесь потом или нет? Ну да, бывает возвращаемся. А вот жители домов на новом шоссе утверждают, что такую парковку видят впервые. Вижу первый раз. А вообще, в принципе, проблемы с вывозом мусора есть? Ну, конечно, есть. Во-первых, вы не рассортировывают, во-вторых, не вывозят. Вот одна мусорка, там дальше вторая мусорка. Мусоровозу ни разу не видела, чтобы перегораживали. Ага, то есть, в принципе, всегда мусор вывозится вовремя, никаких нареканий нет, да? Ну, бывает, скапливается, но, в общем, неплохо вывозят. Ну, в том доме живем, у нас нет, у нас нормально вывозят. Ну, по крайней мере, я не слышала, чтобы прямо не вывозили мусор, чтобы какие-то свалки были. Нет, машина каждый день проезжает. Купрепятствующую вывозу мусора, собственнику транспортного средства грозит административное наказание. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Направляется запрос в ОГИБДД по Ленинскому городскому округу. Предоставляется нам карточка информации о собственнике. И, соответственно, направляется административный штраф по месту прописки. За последнюю неделю в муниципалитете выявили более 20 подобных нарушений. Владельцы транспортных средств были оштрафованы на общую сумму более 60 тысяч рублей. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В музее-заповеднике Горки-Ленинске состоялось обследование исторического растения, занесенного в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Речь идет о сосне, которая находится у главного здания Старой усадьбы. Специалисты Центра древесных экспертиз провели визуальную и инструментальную диагностику. Подробнее в нашем сюжете. Специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» приехали в музей-заповедник Горки-Ленинске в рамках всероссийской программы «Дерево. Памятник живой природы». Заявку на обследование сосны, растущую у главного здания Старой усадьбы, подали неравнодушные посетители парка. Основная задача, которая стояла перед экспертами – определить ее возраст. Предположительно, эта сосна могла быть свидетельницей пребывания Ленина в усадьбе. Парк удивительный. И закладывался он не при Ленине и даже не при Зинаиде Григорьевне Морозовой, а при Александре Писареве, который тоже был одним из владельцев усадьбы Горки. Специалисты провели визуальный осмотр и приборную диагностику состояния дерева. Детально обследовали крону и корневую систему. В процессе работы были определены такие параметры, как высота сосны и обхват ствола. Эксперты с помощью уникального прибора под названием «резистограф» заглянули в буквальном смысле внутрь дерева. С его помощью они измерили плотность и обследовали на наличие гнили древесины. Очень приятно сказать о том, что сосна находится практически в идеальном состоянии. У нее обнаружена была только одна всего лишь сухобочина на стволе. В кроне все в порядке. Прибор-резистограф не выявил абсолютно никакой гнили. Поэтому это одно из самых здоровых нами обследованных деревьев. А вот для определения возраста дерева специалисты используют еще один инструмент, который извлекает образец древесины в виде тонкого керна – от коры до сердцевины. Вкрутили в ствол дерево возрастной буралф преслера для определения возраста дерева. Сейчас с помощью специального экстрактора будем извлекать керн. Вот мы видим годичные кольца, ранняя светлая древесина и поздняя темная древесина. Таким способом можно определить примерный возраст дерева, посчитав годичные кольца. Точный возраст определяется после более тщательного исследования в лабораторных условиях. Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Анциферов рассказывает, что в этом году программе «Деревья-памятники живой природы» исполняется уже 10 лет. За это время поступило почти тысяча заявок на исследование исторических деревьев в разных уголках России. По иронии судьбы мы буквально две недели назад были в национальном пажике «Шушинский бор». Это знаменитые ленинские места, где есть шалаш исторический, в котором он бывал. Там мы также обследовали сосну. Ее возраст мы уже определили. Оказалось, 125 лет. И это подтверждает версию о том, что сосна ленинская. Образцы древесины будут отправлены в дендро-хронологическую лабораторию Центра древесных экспертиз. На основании данных обследований специалисты составят полный отчет о состоянии дерева, а также подготовят рекомендации по уходу и правильному содержанию исторического растения. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ Наш телеканал всегда старался помочь людям, которые обращались за помощью. Это уже стало некой традицией. А зародилась она очень давно. В рубрике «Время назад» мы покажем сюжет 1998 года. В нем рассказывается об одной спасательной операции. Возможно, кто-то вспомнит эту историю. Здравствуйте. Вот вы нам звонили в студию. Что произошло? Что случилось? Залез кот. Куда залез? На дерево. И сам никак не слезает. Оттуда я всех прошу, никто не лезет. А вы хозяйка кота? Да. Давно сидит? Три дня уже. Три дня и три ночи. Ночью не сплю, плачу. Теперь вряд ли мы выясним, по какой причине взбрело в голову коту снежку забраться на дерево. Три дня и три ночи, вплоть до нашего приезда, вцепившись в сухую ветку огромного дерева, орал кот снежок страшным и нечеловеческим голосом, не давая уснуть при этом измученном соседе. Как ни звала его хозяйка, как ни умоляла, снежок только плакал и забирался все выше и выше. Кот снежок появился у Раисы Яковлевны два месяца назад. Невезучего снежка сбила машина. И он с переломанной лапой, весь окровавленный, уже ни на что не надеясь, плакал прямо под окном доброй женщины. Я просто пожалела ночью, он орал. Пошла ночью, час или два, дела его принесла. Заживет ранка, отпущу кота, подумала спасительница несчастного животного, поскольку содержать его на свою мизерную пенсию Раиса Яковлевна не в состоянии. Но за два месяца пожилая женщина привыкла к необычной находке и стала считать снежка членом своей семьи. Так они и зажили. Снежок оказался домашним и очень ласковым, гулять не выходил, но однажды попросился и не вернулся. Что с ним произошло, вы уже знаете. Сегодня я ходила в пожарные утром, и там говорят, что бабуль, мы таким делами не занимаемся, кошек не снимаем, и вы вообще не расходитесь с нами, если мы поедем. И они меня послали в электросеть, и там тоже меня отказали. Плакал, плакал перед ними. Совсем отчаявшись, Раиса Яковлевна позвонила к нам в студию. У вас есть телефон в квартире? Есть. Давайте позвоним кому-нибудь, может кто-то поможет. Кому позвоните? К пожарным. О, я сегодня говорю, ходила к нам. Как ты попробовала? Ходила, нет. Но мы не поверили такому безразличию и отправились все-таки попытать счастье. Куда только мы не звонили, как только не уговаривали. Пожарные наотрез отказались приехать. Дескать, машина у них большая, не сможет развернуться у дома. А как же, простите, тогда они будут спасать людей, случись, не дай бог, пожар. Да и вообще, пожарные каких-то котов не спасают, ответили нам. В милиции объяснили, что могут только пристрелить кота. В ПТО городского хозяйства рабочий день заканчивается в 17 часов. А на тот момент было уже 17.15. Так что просили подождать до утра. После стольких отказов мы тоже было отчаялись. Люди добрые, ну что же у нас творится? Если мы не сможем помочь нашим братьям меньшим, то что говорить о милосердии к людям? Тут на наше счастье появился таинственный незнакомец. Добрый человек, инспектор ГИБДД. И хотя по роду службы он не имел к этому происшествию никакого отношения, вызвался нам помочь. Наш путь лежал в электросеть. Кабельное телевидение приехало. Помощь, помощь просят очень сильно. Значит, и все жильцы, улица заводская, да. Кошка сидит на дереве. Лед тронулся. Диспетчер проникся, и машина была выделена. Отважный инспектор, докурив сигарету и одев перчатки, полез в люльку, чтобы, наконец, освободить из плена белого снежка. Трещали и ломались сучи. Мы с затаенным дыханием следили за происходящим. Собравшиеся зеваки пытались давать советы. Одни говорили, что его надо брать за холку. Другие за лапы, чтобы кот не поцарапал. А кот в это время в испуге орал. И вот, наконец, свершилось чудо. Кот освобожден. Счастливая хозяйка получает свое сокровище. Ура героям! Как зовут этого таинственного инспектора ГАИ? Тагир. Спасибо большое вам, Тагир. Единственное, что мне хочется спросить. Что вас сподвигнуло на этот поступок? Все отказывались? Ну, во-первых, животные. Да тем более такая красивая кошка. Она всегда симпатизирует. И животных надо любить. Надо им помогать всегда. Правду говорят. Мир не без добрых людей. Теперь это знает и наш Снежок, который до конца жизни будет вспоминать эти страшные три дня. На этом мы и заканчиваем. Сказ про то, как кот Снежок не смог спуститься с дерева, на которое сам же и влез. Как не спали по этой причине три ночи подряд жители дома номер 22 по улице Саводская. И как простой парень из ГАИ совершил большой поступок. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова